Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Переселение из аварийного жилья и нарушение тишины и покоя в доме. С какими вопросами обратились жители города к главе Самары Елены Лапушкиной во время очередного приема граждан? Для обмена опытом в сфере благоустройства городских пространств. В столице региона открылась выставка «Комфортная городская среда». Оказывают правовую поддержку и решают вопросы по оказанию медицинской помощи. В Самаре прошла встреча участников специальной военной операции с уполномоченным по правам человека Ольгой Гольцовой. Позволит сохранить конечности и повысит качество жизни пациента. В Самарском онкодиспансере провели уникальную операцию. Впервые с 2016 года не смогли выиграть домашний турнир. Баскетболисты Самары уступили в финале Кубка Приматова. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем воспитателя и дошкольного работника. Глава региона отметил, что каждодневный труд специалистов дошкольного образования требует особого призвания и склада души. В свою очередь государство также стремится создать условия для максимального раскрытия талантов и способностей детей, сохранения их здоровья и благополучия семей. К примеру, за 5 лет в регионе более чем в 5 раз возрос объем финансовой поддержки семей с детьми. За минувшие годы в Самарской области введено в строй 54 детских сада. Это больше, чем за предыдущие 20 лет. Дмитрий Азаров поблагодарил педагогов за профессионализм и высокую самоотдачу в работе, за чуткость и терпение, заботу и душевную теплоту, которыми специалисты дошкольного образования окружают детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Пожелал педагогам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Переселение из аварийного жилья, а также нарушение тишины и покоя в доме. С такими вопросами обратились жители города во время личного приема к главе Самары Елене Лапушкиной. Какие решения были найдены, расскажем в сюжете. В 2017 году дом жительницы Самары в поселке Зубчининовка признали аварийным. Жилье небольшое, всего 4 квартиры, рассказывает Самарчанка. Соседи переехали еще год назад, и жительница дома осталась одна. С вопросом о возможном переезде из аварийного строения она обратилась к главе города Елене Лапушкиной. Маневренный фунт – это одно из решений. Это одно из решений. А второе решение, что нужно обратиться в суд. И по решению суда мы могли бы приобрести вторичку. Глава Самары Елены Лапушкина поручила специалистам из профильного ведомства помочь составить исковое заявление и собрать необходимые документы. А вот Ольга Самсонова и Татьяна Морозова, проживающие по адресу улицы Некрасовская, 53, жалуются на нарушение тишины и покоя. Под окнами здания открылся бар. Жильцы несколько месяцев пытались вести переговоры с управляющим заведения, но результатов это не принесло. В дальнейшем, как бы, это у меня переписка там с ним бесконечная была. Делайте, пожалуйста, потише вашу ментиляцию, уменьшите там громкость вашей ментиляции. Потом у них началась музыка, эти дискотеки у них пошли. И уже в мае этого года я с ним уже прекратила всякое взаимодействие. В заведении неоднократно вызывали сотрудников полиции. Роспотребнадзор проводил замер уровня шума. Владельцев бара даже штрафовали, но необходимы более радикальные меры. Вы сделали как граждане, я бы сказал, такие добрые граждане. Все, что можно от вас зависящее. Поэтому мы постараемся на следующей неделе ситуацию исправить. Путем обращения в суд, значит, о прекращении этой противозаконной деятельности. Все вопросы, с которыми обратились жители города к главе Самары Елене Лапушкиной на очередном приеме граждан, будут тщательно изучены и проработаны специалистами профильных ведомств. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова провела прием участников специальной военной операции и членов их семей в филиале фонда «Защитники Отечества». Обращения касались оказания помощи самого разного характера. Ряд из них связан с поиском пропавших без вести. Подробнее в репортаже Светланы Тимофеевой. Ирина Краснова – сестра пропавшего без вести в зоне СВО бойца. С Нового года семья не получила от него ни одной весточки. Привезли их в Макеевку, разместили в здании ПТУ, где в новогоднюю ночь 31 декабря на 1 января украинцы внесли удар с ракетой. И после этого числится у нас без вести пропавшим уже почти 9 месяцев. С просьбой помочь узнать судьбу брата Ирина приехала на прием к полномочным по правам человека в Самарской области Ольге Гольцовой в Самарский филиал фонда «Защитники Отечества». А какие ответы вы получили из Министерства оборудования? Погибших, раненых нет. Не числится. Консультации с бойцами и членами их семей в филиале фонда «Защитники Отечества» специалисты самого разного профиля ведут ежедневно. По словам руководителя аппарата у полномочного по правам человека Ольги Гольцовой, такие встречи проходят непросто. Особенно, если о помощи просят члены семьи бойцов, которые пропали без вести. Иногда признавать человека умершим приходится через суд. И члены семьи не всегда охотно идут на это, поскольку нет доказательств смерти военнослужащих. И это самые тяжелые вопросы. Естественно, возникают вопросы и оказания содействия и помощи семьям, участникам СВО, особенно погибшим. Вопросы, связанные с оказанием помощи инвалидам, боевых действий. Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» с начала лета 2023 года получил свыше 4000 обращений самого разного характера. Множество обращений по различным вопросам, и по вопросам и медицинской реабилитации, и жилищным вопросам, и земельным вопросам, и вопросам без вести пропавших, они решаются вот при такой серьезной помощи и поддержке уполномоченного по правам человека. Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента Владимира Путина в апреле 2023 года. Его основная цель – адресно сопровождать ветеранов, участников СВО и их семьи, а также обеспечивать меры поддержки в режиме одного окна. С 1 июня филиалы фонда открыли свои двери во всех регионах страны. В Самарском филиале ведут прием специалисты всех министерств и ведомств. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События. Из чего складывается комфортная городская среда? Ответ на этот вопрос знают эксперты одноименной выставки. Она проходит в Самаре уже во второй раз. В этом году к нам приехали гости из других регионов. Площадка стала местом для обмена опытом и компетенциями в сфере благоустройств городских пространств, дворов, парков, скверов и других локаций. Почему эта выставка важна для Самары и кто может стать потенциальным партнером города, узнала наша съемочная группа. Самарская область входит в топ регионов, где лучше всего проходят благоустройства и жители активно голосуют за обновление городских пространств. Только в Самаре в 2023 году масштабно преобразили три парка и один сквер, а также 51 дворовую территорию в разных районах. В этом вопросе наш город и регион может считаться наставником для муниципалитетов по всей России. Но, как известно, настоящий мастер – это вечный ученик, поэтому положительный опыт благоустройства в других городах и областях никогда не будет лишним. Площадкой для обмена такими компетенциями стала выставка «Комфортная городская среда». На сегодняшний момент у нас уже благоустроены 1890 дворов и 833 общественные территории. Мы занимаем лидирующее место среди всех субъектов Российской Федерации, но это не самое главное. Самое главное в данной работе – это то, что она помогает сблизить власть с жителем. Выставка «Комфортная городская среда» – это отличный шанс увидеть воплощение лучших идей в сфере благоустройства от опытных архитекторов и специализированных компаний. Со дня образования это уже второй по счету форум. В этом году в Самару приехали гости из Оренбургской, Ульяновской, Ленинградской областей, из Москвы и других крупных городов. «Мы будем обмениваться лучшими практиками, безусловно реализованных проектов. Мы будем говорить и о тех нюансах, которые лучше бы не повторять больше, потому что мы поняли, что это не рабочая тема или она сложна для эксплуатации. Мы затронем достаточно серьезную и острую тему по дальнейшему содержанию как придомовых территорий благоустроенных, так и общественных территорий». Содержание общественных пространств города – одна из ключевых тем в рамках выставки. Правильный уход за благоустроенными территориями – важный аспект в числе тех, из которых складывается комфортная городская среда. Во время одноименной выставки обсудят, например, опыт Москвы по сезонному содержанию дорог, в частности, зимнему. В муниципалитете, кроме традиционных методов борьбы с гололедом, используют и современные способы – экологически безопасные реагенты, как в виде кристаллов, которые используются и в нашем городе, так и в виде жидкости. Опытом использования именно жидкой смеси эксперты поделятся и с Самарой. «Это более безопасно, кстати, и для газонов, и для деревьев. У нас есть специальные исследования, что современный материал, не надо бояться, это лучше использовать, и это даже будет более экономично для госбюджета». Компании из Красноярска приехали в Самару для обмена опытом использования современной иллюминации, для освещения города и его общественных пространств. По мнению представителей фирмы, экономичные, атмосферные и современные дизайнерские светильники хорошо дополнят самарские улицы, парки, скверы, как сделали это в родном Красноярске, Москве и других крупных городах. В свою очередь сотрудники компании успели посетить несколько наших знаковых мест и поделились впечатлениями. «Мне больше всего лично понравилась набережная. Ну, как ни крути, она такая очень аутентичная. Знаете, мы вот гуляли вчера, и тоже такая музыка Цоя в голове играла. Сам уровень благоустройства, он классный. Мы видим, что набережная для Самары – это центр притяжения, много детей, много взрослых». Увидеть макеты, узнать о лучших идеях ведущих архитекторов Самары и России, послушать интересные лекции можно в течение трех дней. Выставка будет действовать в городе до 29 сентября. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. И в продолжении темы, сразу после официального открытия выставки «Комфортная городская среда» представители власти, бизнеса, товариществ, собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов презентовали свои лучшие проекты, направленные на улучшение качества жизни. О современных трендах городских пространств – репортаж Елены Чернявской. Здесь есть все необходимое для создания комфортной городской среды, благоустройства территорий, инженерных систем, эксплуатации жилищного фонда. Коммунальная техника, современные строительные материалы и оборудование, межрегиональная выставка, форум «Комфортная городская среда», место встречи представителей власти, бизнеса, представителей ТСЖ, ТСН, ЖК. Проект направлен на улучшение качества жизни не только жителей Самары, но и всего региона в целом. Сферы различные, ЖКХ, безопасность, отдых, туризм. На выставочных стендах самарские компании продемонстрировали свои новинки, позволяющие сделать жизнь горожан комфортнее. Мы планируем дальше участвовать в программах благоустройства, и сегодня мы узнали некие новшества, которые хотели бы применить. Но больше всего мне понравилось это управление цифрового ЖКХ, которое тоже хочется применить у себя в доме для того, чтобы всем собственникам было комфортно. К примеру, приложение, где люди могут видеть свои задолженности, оплачивать, открывать домофон, общаться с соседями в домовых чатах. Это очень неудобно. В рамках выставки прошла масштабная деловая программа. Глава советского внутригородского района Вадим Бородин в своем выступлении на сессии лучшей муниципальной практики благоустройства и инициативного бюджетирования рассказал о комплексном подходе к благоустройству своего района и о том, как преобразилась городская среда на примере общественного пространства, сквера на улице Авроры. Теперь это одно из любимых мест отдыха горожан. Здесь, наверное, полезность в том, что мы все-таки знакомимся с новыми технологиями и пытаемся их внедрить на свои территории. Малоархитектурные формы – это детские формы и формы для отдыха, то есть скамейки, лавки. И, вы знаете, концепция понравилась. Она такая сочетание, наверное, композитных материалов вместе с деревом. И, наверное, все-таки это, наверное, как-то вот людям все-таки должно быть как-то близко к душе, что ли, что ли. Они должны отдыхать. К вопросам благоустройства дворовых территорий на выставке подошли ответственно. Одна из компаний изготавливает оборудование для детских площадок в Самаре на протяжении 20 лет. Сегодня на выставке специалисты организации представили очередную новинку. Мы представили новый принципиально песочный дворик, интерактивный, который предназначен для детей более старшего возраста. Так, кстати, расширяем рамки того, как привычные дети проводят время на детской площадке. Напомним, нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется в Самарском регионе с 2019 по 2025 год. За данный период мы порядка 10 миллиардов рублей планируем вложить в развитие благоустройства по Самарскому региону. Сегодня у нас уже наработан успешный опыт в реализации данных проектов. Но данная выставка, она позволит этот опыт лишь только приумножить и улучшить. Благодаря нацпроекту «Самара преображается» идет благоустройство парков, скверов, дворов. Только за последние пять лет в городе благоустроено более 500 дворов и 56 общественных пространств. Елена Чернявская, Петр Поломеев, События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». На текущей неделе в городе ограничили движение транспорта по участку улицы Самарской в границах Ярмарочной. Транспорт пустили в объезд. Предварительно специалисты проверили состояние прилегающих улиц, после чего предусмотрели аварийный ямочный ремонт. Во время нового этапа возведения «Театральной» метростроители трудятся в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. Она достигнет уровня 28 метров. На указанном участке встретятся два тоннеля проходческих комплекса. Один пойдет от улицы Галактионовской, другой – от Полевой. В ближайшее время планируется приступить к вырубке части зеленых насаждений. Не менее важен и вопрос на перспективу. Он касается восстановления озеленения после производства всех работ на Самарской, связанных с метростроем. Напомню, что некоторое количество зеленых насаждений придется убрать. Над конструкцией будущего подземного сооружения деревьев быть не должно, поэтому участки засадят кустарниками и травой. Несколько десятков деревьев высадят потом на прилегающие территории, пояснили в региональном управлении капитального строительства. Восстановить территорию полностью планируется уже осенью следующего года. Среди актуальных задач остается и завершение расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. От этого зависят в том числе сроки старта тоннелей проходческого комплекса. Новая станция завершит первую линию Самарского метрополитена. После строительства подземка станет более востребованной, поскольку свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию театральной интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. Новая станция позволит горожанам без пробок, с комфортом добираться с окраин до центра Самары и обратно и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Транспортная доступность в таком мегаполисе, как наш городской округ Самара, крайне необходима. И строительство станции метротеатральная это одна из важнейших веток, которая соединит наши промышленные районы, микрорайоны, которые находятся на Безымянке, конечно, с центром города. Поэтому для нас, для наших посетителей, которые приезжают в фонд защитника Отечества, транспортная доступность, это вообще ключевой фактор. В Самарском онкодиспансере провели уникальную операцию. Пациенту с онкологическим заболеванием костей удалили опухоль в плечевом суставе. На ее место установили титановый эндопротез. Данный вид вмешательства ранее был доступен только в федеральных центрах, теперь метод лечения применяют и в нашем регионе. Подробности в нашем следующем сюжете. В Самарский областной онкодиспансер Руфилия Абушаева пришла на профилактический осмотр. В декабре прошлого года ей удалили опухоль подколенным суставом. Сейчас делится девушка, все хорошо. Но для спокойствия решила вновь пройти осмотр у врача. Руфиля всегда вела активный образ жизни, занималась спортом. Впервые боли в колене почувствовала в 2018 году. Начала амбулаторное лечение. Когда оно перестало помогать, обратилась к врачу. В том году, когда у меня начались сильные боли, я сделала МРТ, и на МРТ уже все мне показало проблемы. Я не могла ни присесть, ни сидеть, ни спать, поэтому обратилась к врачам. Относительно новое направление в медицине онкотравматология активно развивается с 2015 года. Современные технологии позволяют при наличии опухоли провести ее удаление, сохранив конечность ее функции. Это происходит за счет эндопротезирования. Самарский онкодиспансер – первое областное учреждение, на базе которого проведена такая уникальная операция – изготовление индивидуальных протезов, совместная работа онкодиспансера и клиник медуниверситета. Это наш общий совместный проект, то, чем занимается Самарский медуниверситет. Теперь это все внедрено в практику на территории Самарской области для наших жителей. И сегодня есть возможность выполнения данных технологий за счет средств высокотехнологичной медицинской помощи, то есть за счет средств бюджета для пациента совершенно бесплатно. В прошлом году в учреждении была проведена первая такая операция. Пациенту заменили сустав в пальцы руки. Сейчас врачи уже делают операции по замене плечевого сустава. Мы выполняем резекцию пораженного отдела кости с протезированием, онкологическим протезом. Благодаря индивидуальному протезированию мы полностью можем заместить пораженный отдел кости, сохранить максимально здоровую кость и полностью, так скажем, идентифицировать, полностью заместить утраченный сегмент конюшности. Эндопротез изготавливается из титана по индивидуальным меркам пациента. В планах Самарского онкодиспансера проведение других подобных операций. Через два дня еще одна операция, примерно такая же. В следующем месяце плечевой пояс мы будем менять тоже онкологический эндопротез. А в конце года мы с Андреем Евгеньевичем тоже согласовали, мы будем удалять пациентке опухоль таза. То есть это такой, так скажем, венец онкологической ортопедии. Вживление индивидуального изготовленного протеза способствует более быстрой реабилитации и сохранению высокого качества жизни пациента. Ольга Павлова, Галина Топильна, Петр Паломеев. События. Гандболистки Тольяттинской Лады одержали пятую победу подряд в Суперлиге. Теннисистки Самарской области покоряют турнир в Японии, а баскетболисты Самары не смогли завоевать Кубок Приматова. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Гандболистки Тольяттинской Лады провели пятый матч Российской Суперлиги на выезде в Звенигороде против местной звезды. Встреча проходила в равной борьбе, но к концу первого тайма нападение хозяек забрахлило, и Лада смогла оторваться в счете. Затем игроки звезды сократили отставание, но переломить ход поединка не смогли. 31-26 победы Лады, которая пока не проигрывает в чемпионате. В Самаре прошел традиционный предсезонный баскетбольный турнир Кубок Приматова. В финале встретились хозяева турнира и Пермская Парма. В первой четверти самарцы обеспечили себе комфортное преимущество, но гости смогли отыграться. Затем волжане вели в счете, но пермики старались не отставать, и за три секунды до конца матча вышли вперед. У самарцев был шанс выиграть матч, но Михаил Кулагин слишком поздно выпустил мяч из рук. Судьи не засчитали попадание после видеопросмотра. 83-84. Поражение Самары. Хозяева впервые с 2016 года не смогли завоевать Кубок. В Токио проходит теннисный турнир категории WTA 500 на покрытии «Хард». В матче первого круга уроженка Самары Анастасия Павлюченкова переиграла Донну Векич из Хорватии. 6-1, 6-1. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. За это время Анастасия четыре раза подала на вылет и сделала восемь двойных ошибок, а также взяла шесть геймов на подачи соперницы. Там же, в столице Японии, выступает итальятинская теннисистка Дарья Касаткина. Она в первом круге переиграла украинку Марту Костюк. 3-6, 6-4, 6-3. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. Дарья ни разу не подала на вылет, совершила восемь двойных ошибок и взяла восемь геймов на подачи соперницы. В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по керлингу на колясках. В нем приняли участие 10 команд из России, Белоруссии и Армении. Сборная Самарской области, в составе которой были Игорь Ружейников, Василий Петин, Алена Лебедева и Лада Зиновьева, завершила турнир на третьем месте. В матче за бронзу самарцы обыграли соперников из Челябинска со счетом 7-5. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. По сообщению Приволжского гидрометцентра, в регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом информируют в телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской. Ночью и утром 28 сентября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее. Необходимо соблюдать правила безопасного движения на дорогах, включать противотуманные фары, при движении придерживаться правой стороны и не совершать обгон по встречной полосе, а также соблюдать дистанцию движения. Телестудия «Моя история» набирает новую группу, говорится в телеграм-канале Департамента опеки. Участники телестудии знают особенности видеопроизводства и монтажа отснятых материалов, умеют работать со звуком. Если вы хотите научиться создавать музыкальные клипы, фильмы для домашнего просмотра, научиться правильно производить съемки и монтировать фильм, записывайтесь. Необходимым условием для занятий является наличие смартфона и минимальные навыки его использования. Организационное собрание состоится 4 октября в 10.00. Занятия будут проходить по адресу улица Мориса Тореза, 103А, каждую среду в 10 часов утра. Специалисты, которые занимаются предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, могут зарегистрироваться онлайн благодаря порталу Госуслуги, говорится в телеграм-канале Самарского района. Срок оказания услуги – 7 рабочих дней. Результат услуги – свидетельство о регистрации специалиста в области ветеринарии в электронном виде. В Ленинском районе Самары прошел правовой турнир среди школьных команд в рамках закона, сообщают в телеграм-канале Ленинского района. Побороться за звание лучших знатоков в области права собрались команды из 6, 12, 70, 81, 132 и 148 школ города. Лучшими знатоками стали учащиеся школы 81, которые будут представлять Ленинский район на городском этапе. Второе место заняла команда школы 12, а третья – школа 70. Победители и призеры награждены дипломами и кубками, а все участники – памятными призами. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова